Лиза, как ты вообще пришла к йоге? И сейчас, когда у тебя уже такой немалый опыт в йоге, как по твоему опыту вообще люди к этому приходят? Значит, как я пришла к йоге? Я работала архитектором, и у меня уже было двое детей. Причем я по инерции продолжала работать и следить за своими маленькими малышами. По-моему, когда моей дочке было 6 недель, я вернулась на работу, потому что я была таким воркоголиком. Работала, потом у меня родился сын, у меня разница между детьми 15 месяцев. И я еще помню, как я, мама, двое детей в машине, мы едем на объект. Для того, чтобы я замеряла там здание, у меня был определенный проект, связанный с архитектурой. То есть я не могла остановиться. И в итоге, после, наверное, нескольких месяцев вот такого напряженного ритма жизни, мой организм сказал «стоп». Как он сказал «стоп»? Я пошла к врачу на обследование, мне была диагностицирована карцинома шейки матки. Врач сказал после повторного теста, что это серьезно и что мне нужно делать операцию. Вот. И я, конечно, была совсем молодая, полная энергия, мне было 33 года. И вот это был такой первый звоночек, что что-то я там делаю не так. Наверное, нужно щадить организм, а не только на нем пахать. Вот. И я в итоге улеглась в больницу, мне сделали там конизацию, вырезали ткани. Но между днем операции и днем, когда я узнала, что у меня такой диагноз, прошли где-то две с половиной недели. И я... У меня мама, кстати, тоже натуропат. Она просто не практикует уже. Ей уже, в общем, далеко за 70, но она тогда включила все свои знания. И, в общем, я перешла на вегетарианский режим питания. Я начала выполнять различные упражнения, вот йогу, цигун, какую-то там технику, ниши, упражнения золотая рыбка. В общем, все, что могло бы каким-то образом повлиять на очищение, обновление организма. Я стала пить в огромном количестве зеленый чай, потому что я перепугалась. У меня двое маленьких детей и такой ужасный диагноз. Вот. Значит, и все это я просто вот в мгновение изменила. Потом произошла операция, и каким-то непонятно каким чудом вот эти самые клетки, которые два раза показали карциному, вдруг показали диагноз прирак. То есть клетки были еще не раковые. Поэтому мне не пришлось проходить никакую терапию. Меня просто отпустили домой и сказали, ну, приходите через полгода, проверим вас еще раз. И так я никогда и не узнала, был ли диагноз дважды фальшивый, или же клетки моего организма регенерировались каким-то образом, стали регенерироваться, потому что я полностью перешла на здоровый образ жизни, можно сказать. Включая питание изменила и физическую активность добавила, очень интенсивную физическую активность. И плюс я перестала работать, вот, потихонечку перестала работать. В итоге я после этой операции на месяц ушла в такой отпуск. Была, благо, такая возможность за счет того, что работал муж. Вот. И я осталась дома с детьми. И начала, вернее, начала заниматься более интенсивной йогой. Сначала для себя. Потом мне стало скучно, потому что я же привыкла что-то делать. И я подумала, давай-ка я сделаю сертификацию или пройду курс обучения учителя йоги. И вот в 2008 году я так и пришла более серьезно к йоге. Во время вот этого интенсивного обучения произошло тоже очень интересное событие произошло, поскольку после конизации у меня были на шейке матки огромные шрамы, которые срастались. И во время менструального цикла кровь не выходила из матки. Она набиралась и просто не выходила. Это было ужасно. Три раза под воздействием анестезии приходилось эти шрамы заново разрезать, чтобы вот этот кровоток как бы происходил. И вот во время занятий йогой я выучила, вернее, ну как вы мне объяснили, что там есть определенные техники работы с внутренними органами. Не только растяжкой снаружи, а растяжкой изнутри. И вот я могу сказать, что, наверное, после где-то полугода интенсивного занятия йогой, вот эти шрамы рассосались. Вот это была какая-то фантастика. Потрясающе. Вот этот опыт меня убедил в том, что действительно йога нужна всем. И я переквалифицировалась с каждым годом серьезнее и серьезнее в учителя йоги. И потом в 2010-м я даже открыла свой центр. В 2010-м я еще прошла второй курс обучения и стала сертифицированным училием йоги для детей. Потому что я решила, что детям йога тоже нужна. Вот. И с тех пор я и интенсивно занимаюсь. И моя деятельность архитектора потихонечку отошла на задний план. Могу сказать, что сейчас, сто лет спустя, я уже практически архитектурой не занимаюсь, занимаюсь только йогой. Ну, я думаю, ты не жалеешь об этом. Нет, нет, ни в коем случае. У меня дети выросли с йогой. Да, это тот самый случай, когда йога просто спасла тебе здоровую жизнь. Конечно, можно просто преклоняться перед этим. Да, удивительная система. Это очень старинная, уже более 5000 лет существует на нашей планете. Если бы она не была эффективной, люди бы ей не занимались так долго. А вот сейчас ты преподаешь йогу, и к тебе приходят разные люди. И дети, и взрослые. Ну, вот дети, понятно, их, скорее всего, приводят родители. А вот сами взрослые, как, через что они приходят к йоге? Я просто задаю этот вопрос из своего личного любопытства, потому что в мою жизнь йога так и не пришла. То есть ко мне пришел цигун, а на йогу я просто смотрю со стороны. То есть я для себя ее никак не могу применить, когда я вижу эти сложные асаны. Я знаю, что я не гибкая, что у меня уже 60 лет, кости уже такие не очень подвижные. А вот к тебе приходят разные люди, да, и взрослые, ну, разных возрастов. Как, с какими запросами они в основном приходят? Что они находят? Да, ты права. Действительно, люди приходят разных возрастов, и молодежь, и люди постарше, и люди твоего возраста. Тебя постарше назвать нельзя. Ты у нас относишься к какому-то такому феноменальному человеку с замороженным возрастом, да. Тем не менее. И по характеру, и физически. Вот. Но я могу сказать, что йога вообще не про гибкость. Почему приходят люди? В основном, очень интересно, интересное наблюдение. Когда я имела центр йоги, вот в самом начале своей деятельности, на утренние уроки почти никто не записывался. Но вечерние уроки были всегда забиты. Я поняла, что люди, которые работают, которые живут в стрессе, они ищут какой-то способ, какой-то метод, свою нервную систему успокоить где-то. Они, конечно, узнали, что йога имеет такое свойство. И вот они приходят. То есть изначальная причина, почему люди ищут йогу, это потому что у них стресс. И они хотят расслабиться. А уже физические какие-то терапевтические эффекты занятия йоги потихонечку потом становятся людям ясны со временем. Потому что общая масса, конечно, об этом и не знает. Наверное, недостаточно информации, может быть, о терапевтических эффектах. Поэтому могу сказать и ещё одно очень важный момент о гибкости. Многие люди говорят, йога не для меня, я не гибкий, я вообще не могу даже там согнуться. Вот основная цель йоги – научиться контролировать свои мысли. Основная поза йоги, первая самая, 5000 лет назад, которая была древними йогами создана или практицировалась, это человек, сидящий в позе полу-лотуса в состоянии медитации. Вот это первая йога, а значит объединение, само слово йога значит объединение. Объединение чего? Тело, разума и души. И как оно, вот это вот объединение или вот эта целостность и гармония создаётся за счёт медитации. Вот это и была первая поза. Но йоги поняли, что человеческое тело слабое, что ни один человек в жизни не сможет усидеть и пять минут с прямой спиной, без движения. И поэтому они создали целую серию физических упражнений, которые вот мы и знаем под классическим названием хатха-йога. Это вот самая такая основная первая для того, чтобы укрепить мышцы, кости, вообще весь организм человека, чтобы он смог достичь цели основной йоги – сидеть и спокойненько медитировать, чтобы добиться состояния ясности, покоя, вот, и, ну, не знаю, счастья, можно тоже сказать, и согласия с самим собой. Здорово. Правда? Как-то по-другому начинаешь смотреть уже после твоего рассказа на йогу. Ну, и поэтому я, то есть я понимала, что, хотя я и не знаю ничего про йогу, но я понимала, что ты профессионал, что ты добилась сама хороших результатов, отличных результатов для себя, и что ты можешь научить людей также получать с помощью йоги такие же отличные результаты. Поэтому я и пригласила тебя в марафон здоровья и стройности, чтобы ты там вела свой блок, блок йоги, и чтобы люди, которые приходят в марафон, не знакомые с йогой, чтобы они также брали эту методику, этот инструмент брали на вооружении, и, хотя вооружение, слава, здесь не подходит, нет, брали для своего использования, для своего здоровья и решали те проблемы, с которыми они приходят на марафон. И вот теперь о проблемах, которые мы решаем на марафоне. Поскольку марафон называется «К здоровью и стройности», то совершенно очевидно, что мы решаем проблемы, во-первых, здоровья, да, мы занимаемся хроническими заболеваниями, мы выводим людей на более здоровый уровень с помощью их собственных ресурсов, а также мы занимаемся стройностью. То есть очень многие люди сейчас страдают лишним весом и приходят на марафон с этой большой целью нормализовать свой вес, особенно женщины, потому что тема лишнего веса и красоты для женщины – это вообще тема номер один. Вот, и теперь в связи с йогой, как йога будут решать именно эти проблемы, как мы будем встраивать йогу в решение проблем с хроническими заболеваниями, в решение темы детокса, то есть очищения, да, и тела, то есть на телесном уровне и приводить себя в более стройное состояние. Можешь ли ты сказать, что йога может в каждой из этих подтем сделать свое доброе дело, и мы можем получить более эффективные и быстрые результаты за счет применения йоги? И как, на каком уровне это будет, на телесном, на духовном, на эмоциональном, как это осуществляется? Абсолютно возможно. Очень интересный момент вот сейчас с вами поделюсь. Когда люди начинают заниматься йогой, я это называю, ну и не только я, они вступают на путь самопознания, это как бы путешествие внутрь себя. За счет практик, за счет регулярных медитаций что-то начинает происходить с сознанием человека, он начинает по-другому видеть мир, он начинает по-другому чувствовать себя. И я во время уроков и во время медитации всегда мотивирую людей прислушаться к самим себе. Счастлив ты или нет? Хорошо ты себя чувствуешь или плохо? Если плохо, чего тебе не хватает? Что нужно изменить в твоей жизни? И ответы люди получают, я всегда говорю, слушая тишину, когда им удается успокоить свой ум, когда им удается отключиться полностью от окружающего мира, от того, что говорят люди, от того, что происходит в их жизни, внезапно они начинают как бы вот такие вот слои себя открывать и узнают, кто они на самом деле. И вот во время этого процесса происходит очень интересная трансформация, я называю это трансформацией, человек осознает, что для него хорошо, а что плохо. И здесь мы совершенно банально переходим к теме питания. Когда человек, занимающийся йогой, идет в магазин, внезапно, вот просто я сама это испытала, другие люди, мои клиенты это испытали, им уже не хочется купить булочку, они смотрят на овощи, потому что уже сейчас они сами знают, что для их организма гораздо полезнее принять, какой тип пищи лучше принимать и какой нет. Вот это вот первое. Что касается стройности, как медитации, практики могут понять, помочь осознанно выбирать продукты питания. И причем это происходит автоматически, без усилия. Не нужно себя заставлять и думать, все, я вот нет. Нет, само чудо в том, что вдруг твой организм уже этого не хочет. Вот. Это раз. Второе. Как на тему детокса. Значит, как я уже сказала, как по моему собственному опыту можно было понять, йога – это работа с внутренними органами изнутри. Во время занятия йоги мы проделываем, ну, как минимум, 5-6 глубоких закрутов. Это когда мы физически тело закручиваем направо, налево. Это можно делать стоя, сидя, лежа. И во время вот этих вот закрутов внутренние органы, там, кишечник, печень, не знаю, даже почки, селезенка, они сжимаются, а потом, когда мы выходим, вернее, раскручиваемся назад, они восстанавливаются и приходят в свое исходное положение. Вот этот процесс постоянного воздействия является как бы внутренним массажом внутренних органов. Получается, что мы массируем себя изнутри. То есть мы зашли в какую-то позу, значит, повернулись направо, остановились на 3-5 дыханий. Но дыхание в йоге не простое, не короткое какое-то такое, ну, неосознанное, а оно глубокое. Мы глубоко вдыхаем, глубоко выдыхаем. Опять глубоко вдыхаем, выдыхаем. И в этот момент наши органы находятся в определенном состоянии зажима, скажем, печень. Зажали, мы наши печень и дышим. Выдохнули, развернулись. И вот когда та же самая, вот на примере печени, она, кровоток был замедлен, поскольку не было никакого движения, печень была в состоянии зажима. Вот, значит, внезапно, когда мы раскручиваемся из нашего закрута, начинает усиленно идти кровоток через печень. И вот исследования доказали, что, оказывается, это является как бы эффектом вымывания, вымывания, ну, можно сказать, ну, мочалкой. Вот так вот, ой, я уже как-то плохо говорю, нескладно, нужно, наверное, вырезать. Не-не-не, очень складно, очень складно. То есть я прямо вот сейчас могу поставить знак равенства, что это и есть детокс. То есть, да, мы из печени как бы мочалкой вычищаем, да, вот то самое застоявшееся, не только из печени, не из других органов. Это вот и есть детокс, это и есть очищение организма с помощью йоги. Это очень прослеживается очевидно. То есть, да, значит, вот эти упражнения, когда мы наклоняемся вперёд и остаёмся в позиции, потом мы выгибаемся назад, каждая ткань, каждая клеточка, каждая мышца организма приводится в движение. То есть вот этого невозможно достичь, если мы бежим просто, или мы там ходим, или даже если мы приседаем, потому что само тело, оно не задействовано. Когда мы занимаемся йогой, мы концентрируемся вот на этой части нашего тела, как раз где у нас кишечники, где вот все внутренние органы. Вот, и таким образом всегда рекомендуется после урока йоги выпить много воды, ну побольше, хотя бы два стакана, чтобы вот этот процесс детокса или освобождение от шлаков усилить. Вот, и этот выход реально на клеточном уровне, очень интересно. Люди замечают после урока йоги моментально лёгкость. И ещё во время йоги мы потеем. Если делать качественный урок, который длится минимум один час, исследовать вот всем инструкциям, которые я предлагаю, то первые полчаса мы потеем во время урока. Это тоже детокс. Вот так. Да, это здорово. В общем, я очень рада, что мы вот это вот, всё новые эти знания, для меня, да, новые знания йоги, мы их вот соединили с нашими базовыми понятиями, которые обычно мы рассматриваем на марафоне здоровья и стройности. То есть коррекция питания, да, детокс такой, как обычно там с помощью условного голодания и около него с помощью эфирных масел. И теперь у нас ещё йога. И вот хотелось бы ещё затронуть тему эмоций, потому что йога – это тоже про эмоции, да, насколько я понимаю. Это умение контролировать свои эмоции, если я правильно понимаю, да. Вот какая здесь взаимосвязь йога, эмоции, эфирные масла? Как ты это используешь в своей практике? Да, это тоже очень интересный момент. Значит, не то, что мы контролируем эмоции, мы как бы обновляем нашу нервную систему. Большое внимание во время занятия о йоге уделяется работе с позвоночником. Мы позвоночник наш растягиваем, мы его сжимаем, мы его закручиваем в одну сторону, в другую. Вдоль позвоночника находится очень много нервных окончаний. И за счёт того, что мы, вот скажем, представьте себе, вы идёте на массаж. Массажист ваш вас расслабил за счёт точечного какого-то там воздействия на вашу спину и позвоночник, и вам становится легко, хорошо, и вы расслабляетесь, правильно? Вы, если были в состоянии какой-то нервозности, стресса, раздражения, после массажа вдруг вы чувствуете себя гораздо лучше. Вот то же самое происходит с йогой. Йога, значит, есть определённые упражнения, которые помогают восстановить или как бы оживить, обновить и успокоить нашу нервную систему. И вот это как раз-таки имеет прямое влияние на наши эмоции, на наши ощущения. Почему? Потому что, значит, воздействие на нервные окончания вдоль позвоночника, в районе поясницы, например, когда мы делаем упражнение наклоны вперёд, у нас растягивается отдел поясницы, а в районе поясницы у нас много нервных окончаний, которые симулируют парасимпатическую нервную систему. Мы знаем, что парасимпатическая – это та, которая включается, когда мы ложимся спать, когда мы расслабляемся, а когда мы утром встаемся бодрые, у нас, значит, симпатическая нервная система очень активна. И вот, значит, за счёт йоги мы можем эмоционально помочь себе успокоиться, расслабиться и чувствовать себя более спокойно. Но эфирные масла – это неотъемлемая часть, такое шикарнейшее дополнение к занятиям, потому что они воздействуют на то, на что йога воздействовать не может, на лимбическую систему, на мозг. И вот, когда мы комбинируем этот аромат, какой-то определённый аромат до занятия йоги или после, мы получаем совершенно другой эффект или усиливаем эффект этого занятия. К примеру, если утром, но мы ещё такие разбитые и сонные, нам нужны много энергии, можем взять масло мяты или масло лимона или масло дикого апельсина. Как? Несколько капель на ладошку, размешать, вдохнуть, ну, раз пять, и уже у нас совершенно меняется настрой и совершенно меняется энергетика в нашем организме. И вот это занятие йоги приобретает совсем другие краски, совсем другой эффект, более быстрый, чем без масла. Конечно же, можно их использовать в диффузере, что я и всегда делаю, но я комбинирую. И у меня и диффузер всегда включён, и на ладошке тоже я мажу различные масла. Вот есть уже сделанные исследования, которые доказали свойства различных эфирных масел, поэтому я просто-напросто пользуюсь уже готовым результатом и с удовольствием включаю по тематике различные типы эфирных масел в различные уроки йоги, потому что каждый урок йоги у меня имеет определённую тему. Мы работаем не только с гибкостью, но и вот какие темы, это можно прочитать будет, наверное, в описании. Сейчас не будем на это время терять. К примеру, для того, чтобы улучшить эффект осознанности, вот есть масла пачули, шалфея, ладана, иланг-иланга и дикого апельсина. Очень интересно. Ещё можно сказать, что каждый должен попробовать для себя, потому что каждый человек по-разному реагирует на разные запахи. То есть тут уже я не буду ничего рекомендовать, думаю, не стоит. Каждый должен просто знать, что с помощью определённых эфирных масел можно добиться более серьёзного результата. Значит, результата более... Например, когда мы медитируем, мы хотим углубиться в себя, мы хотим развить свою интуицию, развить вот это вот чувство внутренней уверенности в том, что мы делаем. Потому что очень многие люди, они даже и не знают, чего они хотят, что для них лучше, что хуже. Они зачастую слушают, что говорится там извне. Зачастую люди живут в этом современном мире, который наполнен огромным количеством событий, и даже не знают, что для них лучше, кто они такие. И вот за счёт медитации мы развиваем нашу внутреннюю интуицию. Вот, например, масло Ладана, наш король масел, уже известно, что оно усиливает эффект развития интуиции во время медитации. Достаточно просто помазать немножечко здесь на виски, на руки, вдохнуть слегка и углубиться, ну, хотя бы в 10-минутное сидение в тишине. И вот уже совсем по-другому человек испытывает процесс медитации. Это мы делаем вместе во время уроков йоги. То есть не нужно это делать самому. Или же очень здорово, можно использовать эфирные масла, массируя их в стопы ног. У меня есть любимая поза, поза бабочки. Мы сидим, стопы у нас соединены вместе. Во время уроки йоги мы выбираем масло. Каждый может взять, какое ему больше нравится. Вот мне нравится, например, лаванда. Я его, мы его вместе, значит, массируем в стопу ног. И уже опять совершенно другой эффект получается во время занятия йоги. Ну, вот во время использования лаванды помогает лучше расслабиться на физическом уровне. Вообще это очень здорово. Это просто удивительно. И какое-то потрясающее свойство эфирных масел, что они усиливают эффект вообще всего. Когда мы говорим об очищении, о детоксе, мы используем эфирные масла, они усиливают эффект детокса. Когда мы говорим о снижении веса и используем эфирные масла, они ускоряют и усиливают этот процесс стройнения, приведения себя в более стройное состояние. И вот чего бы мы ни коснулись, как только мы начинаем использовать эфирные масла, мы получаем в разы больше, лучше, быстрее, эффективнее. Это потрясающе. Это потрясающе, да. Потому что масла являются экстрактами растений, растительного мира. Вот очень интересно еще заметить, что существует аюрведа. Это значит совершенно направление здорового тоже образа жизни и питания, которое развивалось параллельно с йогой. Оно тоже происходит из Индии. И вот в аюрведе есть рецепты использования 700 различных растений. Это тоже очень-очень поразительно, как много растений были изучены еще древними людьми. Мы просто-напросто забыли о том, как растения могут воздействовать и помогать нашему организму. Вот этот современный мир, это все полностью индустриализация, полностью все уничтожила. И я так рада, что вот мы, благодаря тебе, Байя, я действительно пришла к эфирным маслам вот на таком серьезном уровне. Я их никогда не воспринимала серьезно, пока я вот не стала слушать тебя. А теперь с каждым месяцем все больше и больше я убеждаю, что это просто какая-то фантастика. А это происходит с каждым. И со мной это же самое происходит. То есть я все время учусь. Я учусь у тех, кто более опытный. Я учусь у своих даже подопечных, потому что каждый человек, он совершает какие-то свои личные открытия. И когда он делится этим в чате, в чате нашего марафона, и когда я слушаю тебя, вот сейчас ты рассказываешь, свою практику с эфирными маслами в йоге, я все время учусь. Я все время вижу, что нет предела этому обучению, нет предела этими познаниями. Она очень древняя, вот это все, что связано с эфирными маслами. И это потрясающе. Это то, что вот именно можно взять от природы и взять во благо себе. И слава Богу, что до нас это дошло, до нашего времени дошли эти достояния древности, вот эти эфирные масла. И мы научились, и мы умеем ими пользоваться, и мы их используем для нашего здоровья. Миза, я тебя очень благодарю за твой вклад в это общее дело здоровья и стройности со стороны йоги. Мы вообще просто за твою любовь к маслам, потому что все люди, которые любят эфирные масла, они сразу для меня, вот очень родными становятся. Я тебя благодарю. Спасибо, дорогая. И желаю, чтобы все, кто принимает участие в нашем марафоне «Здоровая стройность», чтобы они также полюбили и йогу, и эфирные масла, и вообще здоровый образ жизни. Вот, хочу сказать, приходите на мои уроки йоги, будем вместе делиться опытом. И я, естественно, за такое короткое время не могу это все описать, но у меня уже набрался опыт использования эфирных масел для себя, для своей семьи, для разных каких-то целей. Я с удовольствием с вами поделюсь на моих уроках. Да, будем с нетерпением ждать новых участников нашего марафона «Здоровье и стройности». Да, спасибо большое. Намасте.